Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы о трудных, то есть сложных местах Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему Христос сказал, что горчичное зерно меньше всех семян? Мы будем отталкиваться от Евангелия от Матфея, 13 глава, 32 стих. Я прочитаю этот отрывок в контексте и 31 стиха. «Иную притчу предложил Он, то есть Христос, им, говоря, царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». В чем трудность этого текста? Во-первых, горчичное зерно — это не меньшее из всех семян, даже на территории Святой Земли, и тем более во всем мире есть более меньшие семена, из которых тоже произрастают какие-то растения, какие-то злаки и так далее. Экзегеты даже предположили, что, может быть, речь идет о семени черной горчицы. Такое семя, оно очень мелкое, но почему же Христос говорит о горчичном зерне, которое меньше всех семян? А семя черной горчицы не очень распространено в тех местах. Христос отталкивается от той реальности, в которой жили люди в те времена на Святой Земле. И Христос всегда приводит примеры для людей, в том числе из жизни природы, исходя из того, что известно этим людям, что распознаваемо ими, и Он всегда учитывает их понятийный аппарат. Христос здесь не говорит о том, что горчичное зерно – самое меньшее из всех семян на планете. Нет, речь идет о этой Земле, где тогда могло действительно бытовать такое убеждение, что горчичное зерно меньше всех семян, а семя черной горчицы еще меньше. Но тут вопрос, может ли вырасти дерево из черной горчицы. А вот если говорить о просто горчичном зерне, такие дерева разрастались, и есть свидетельство о том, что они действительно становились укрытием для птиц небесных. Но почему Христос приспосабливает, как бы приспосабливает свою проповедь к условиям существования этих людей? Давайте вспомним, что говорится у пророки Осия. Пророк Осия, 11 глава, 4 стих. «Узами человеческими влек я их узами любви, и как бы для них, как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал им пищу». Это слово Божие, произнесенное через пророка Осию. И Господь говорит, «Узами человеческими влек я их к себе». А что значит узами человеческими? Узами любви. То есть Господь учитывает наш понятийный аппарат, и из любви к нам он нисходит к нашим понятиям и нашим представлениям. То есть собеседует с нами на понятном для нас языке. В данном контексте для образов и понятий жизни в Святой Палестине. А там действительно бытовало такое представление, что такое зерно наименьшее, но из него может произойти что-то наибольшее. Берегите себя, друзья. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо вас, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok